Я передаю слово нашему следующему спикеру, Михаил Рогов. Михаил Рогов заместитель генерального директора компании M4Bank. Михаил взял смелую тему, под названием развитие платежных технологий, эволюция или революция. Михаил, вам слово. Спасибо, добрый день. Я все-таки с трибуны выступлю. Даже терминал с собой принесли, я вижу. Платное выступление будет. Демонстрация. Коллеги, добрый день еще раз. Наша компания занимается, я просто расскажу, чтобы было понятно, почему я таким образом строю свою презентацию. Наша компания исторически занимается платежными решениями. Это именно софт-пос. Мы много где представлены. Мы за счет этого получили определенные компетенции. И сейчас занимаемся развитием терминального именно платежного софта. Понимая, что тут мы тоже можем… Потому что у нас есть опыт, и мы можем здесь развиваться. Я, безусловно, признателен организатором Пластформа. Это совершенно замечательная площадка, которая уже много лет всех нас радует. Это действительно флагман индустрии. Мне очень приятно здесь выступать. И потратить 15 минут времени для того, чтобы рассказать о продуктах нашей компании, это очень заманчиво. Но делать я этого не буду. Из уважения к аудитории. И я хотел бы поговорить с вами, ну, точнее, поделиться своими мыслями. Я не претендую на истинность последней инстанции. Но, тем не менее, я бы хотел просто поговорить о том, как технология развивается, что было, что будет. Я взял свою презентацию примерно 10-летней давности и посмотрел, что же мечталось, как же оно будет развиваться, куда порулиться, и попытался понять, что в ретроспективе свершилось, что нет. Первое, что свершилось. Тренды и тенденции, о которых тогда еще думалось, и это действительно состоялось. Это переход с терминальной платформы, с Linux на Android. Вот он зачем здесь присутствует. Вот такой форм-фактор посттерминалов. Фактически к нему мы все перешли. Прогноз оправдался. Почему? Ну, тенденций тоже для этого много. Вот этот замечательный робот всем нам помогает развивать платежную индустрию. Трендов и тенденций много. Китай, о чем уже говорили сегодня, это QR-коды. Это полтора миллиона человек, которые платят QR-кодами ежедневно много. Казахстан тоже драйвер платежей. Эмираты. Открытость. Открытость, быстрота разработки, открытые API, возможности быстро реализовать новые вещи. Киргизия находится в процессе перехода на Android-устройство. Мы это видим. Мы работаем с многими банками Киргизии. Действительно, как бы драйвер достаточно мощный. Азербайджан. Фискализация практически страна перешла тоже на Android-устройство. Узбекистан. В процессе перехода активная фаза идет. Ну, то есть, по большому счету, Китай, как самое крупное государство, практически там с самым крупным населением, ну, только Индия там с ним может спорить, что же, они являются там драйверами и показателями того, куда индустрия движется. Ну, с одной стороны, да и нет, надо просто вспомнить, что Китай долгое время сидел просто на магнитке, а потом они минуют то, что мы с вами внедряли. Чип, бесконтакт, тын-тын-тын, они перешли сразу в платежи. Вот. Дальше будет картинка. Я анонсирую. Кто знает, пожалуйста, сразу не говорите, но я задам вопрос простой. Ну, что ж, в общем-то, идем по пути Китая все. Вот здесь есть на двух вот этих вот фотографиях один элемент, одна деталь, которая идентична и там, и там. Это вот, кто скажет, что это? С места, пожалуйста, можно. Машинист. Машинист. Это человек, который начал свою работу вот на левой картинке, вот на таком паровозике. А справа, это он через 26 лет, по-моему, в 19-м году. Это один из самых известных машинистов в Китае. Китае он получил за время, за эти 26 лет, 8 прав на новые локомотивы. То есть он 8 раз обновлял свои права. Китай за 26 лет шагнул вот отсюда, я вон такого советского еще производства, вот туда. Эта страна показывает, каким образом может меняться, в принципе, индустрия, в том числе и платежная, что мы видим вот в QR-кодах. Действительно, мы будем ими платить, я полностью согласен с коллегами. Это то, куда мы едем. Далее, следующая тенденция. Ну и, собственно, драйвер иммиграции, вот о чем я уже говорил, это цифровизация банков, безусловно, о чем многие сегодня говорили. Это управление сеткой, это возможности использования различных фич и андроида непосредственно. Это новые требования к инфраструктуре и так далее, и так далее, и так далее. Следующее, что думалось, что виделось 10 лет назад, это переходы на некие легкие программные решения. Очень популярна была тема тогда МПОСов, кто помнит, этих затычек так называемых, ну и так далее. Вот. Прогноз оправдался. Я уже говорил, что мы продали достаточно большое количество лицензий именно софтпостных решений. Это решение, которое может быть установлено на терминал мерчанта, ну, в смысле, на телефон андроидный мерчанта. Это достаточно активно используется, тема востребована. Платежные системы этим тоже озадачены, то есть увеличивается беспиновый объем транзакций. Это мы все видим, это вот тема действительно выстрелила. Ну, я уже говорил, что у нас достаточно большие в этом плане и успехи, и продажи. Ну, то есть тенденция, которую мы видели, она подтвердилась, это здорово, мы движемся, значит, в нужном направлении. Далее. Вот прекрасная вещь, о которой мечталось несколько лет назад, и это действительно тенденция, тоже оправдался прогноз. Это независимый мультивендорный софт, позволяющий отвязаться от производителя оборудования. Это вот сработало на 100%. Почему? Потому что я работаю в индустрии почти 20 лет, и я прекрасно помню те этапы, и истории, когда на существующий софт необходимо было прикрутить оборудование нового вендора, когда еще терминалы были линуксовые. Это было упражнение, ну, в общем, не на один год. А сейчас только наша компания, мы работаем примерно с семью разнообразными вендорами по андроид-устройствам. Это простейшая адаптация интеграции, простейшие, скорее, минимальные сроки вывода нового оборудования на рынок. Это поддержка, это реализация различных хотелок, пожеланий банков. То есть это все то, что позволяет ускорять развитие цифровых платежных технологий. И это действительно сбылось. Ну вот, собственно, хочу в подтверждении своих слов сказать, что мы как компания пишем софт на андроид с нуля. Мы не тянем за собой никакие истории линуксовые. То есть мы пишем совершенно чистый новый софт, что позволяет нам достаточно быстро реализовывать новые вещи. Мы, безусловно, пишем TMS, который позволяет нам поддерживать все андроид-фичи. Это скорость, это архитектура и прочее. Я уже говорил, что мы достаточно быстро поддерживаем новых вендоров. Сейчас у нас в линейке три в течение нескольких месяцев мы расширим ее до семи. Ну и, безусловно, поддержка кассовых интеграций – это тоже такая история динамичная и быстрая. Собственно, я еще раз повторюсь, что мы достаточно быстро можем адаптировать наш софт под любое устройство. У нас здесь есть стенд. С удовольствием тоже расскажу о том, что у нас есть. Но еще раз повторюсь. Вот это вот железо андроидное, оно, вы можете, каждый у себя в кармане найдет частичку вот его. Потому что это строится на платформе тех смартфонов, которые у нас с вами лежат в кармане. Потому что эти смартфоны производятся миллиардами в год и, безусловно, эти технологии дешевеют с каждым днем. Попробуйте сейчас купить относительно небольшую промышленную партию черно-белых дисплеев, какие-то там 128 на 240. Да он будет космически стоить для сборки каких-то новых аппаратов. Поэтому оптимизация, глобализация, она коснулась этого рынка. Да, мы видим то, что мы видим. Далее. Ну, я уже касался функциональности наших систем. Не буду здесь долго останавливаться. И я бы хотел сказать еще вот в завершении своей речи, о чем, собственно, не срослось и с одной стороны. А с другой стороны, от чего мы не видели тогда и чего, пожалуй, не могли предположить в силу развития технологий. Вот почему-то, 10 лет назад, я даже в своей презентации вставлял, почему-то казалось, что сейчас будет массово использоваться облачное решение в банках. Вот такое было. Значит, что будет ТМС единый, которым будут пользоваться разнообразные банки, что это будет облачное исчисление, что это будет классно, что это будет развиваться для всех. Не получилось, не взлетело в силу разнообразных причин. Наверное, безопасность – это основная из этих причин. Мы работаем практически все по классическим схемам, с понятным процессингом в защищенной сети, с СССР, желательно, если банк крупный, то еще и с своим процессингом. Вот Михаил поможет с процессингом, если нужно, в том числе и с исламским. И так далее. То есть безопасность клиентская превыше всего. Никаких облачных технологий в нашей сфере не появилось. К сожалению, к счастью, не знаю. Но тем не менее. И второе, о чем уже сегодня говорили, я 10 лет назад даже не предполагал, в принципе, что QR-коды получат массовое распространение, и что мы ими будем платить. Расскажу историю, которую лично наблюдал, не видел бы сам, не поверил, вот честно. Лет 5-6 назад с детьми летели куда-то на отдых. Я захожу в кафе, они, пап, пап, пойдем, значит, нужно воды купить, конфет, конечно. Заходим в кафе, там стоят двое китайцев. И они набрали там чего-то в аэропорту, ну вот тоже какую-то там булочку, что-то еще они взяли. И они подошли. И они, естественно, там не понимают, что им говорит вот эта женщина за кассой, не тычет терминал. Ну, женщину, пум, загорается экранчик, появляется там бегущая строка, там сумма такая, это, по-моему, логотипчик какого-то банка. Как вы думаете, что они пытались сделать? Они ее фотографировали. Они думали, что это какое-то платежное решение, и они смогут заплатить за свою булочку вот так. У них не получилось, они все оставили и ушли. То есть, когда я это видел, для меня был какой-то определенный шок, потому что люди привыкли вот так. У них другого, в принципе, как бы алгоритма уже нет в голове. Они работают вот так. Мы к этому придем. Еще раз, 10 лет назад я даже не мог предположить, что будет вот такое, что будет массовое платежи по QR-кодам, куда мы с вами все действительно дружно движемся. Итак, эволюция или революция. Ну, для себя, пожалуй, я определю, что все изменения, которые в платежной сфере, это мое мнение, я, безусловно, его никому не навязываю, они эволюционны. Эволюция с латыни – это развертывание, это процесс необратимых изменений, любых изменений. Биологических, технологических, экономических и так далее. Это процесс необратимых изменений. Мы обратно не откатимся уже вот туда, в магнитку, куда-то еще. Безусловно, технология будет развиваться естественным путем, удобным для, в первую очередь, для клиентов, для нас с вами, кто ежедневно осуществляет платежи, удобным для быстрого внедрения и развития, для банков и так далее. Поэтому, да, это эволюция, и мы в ней все принимаем самое активное участие. Спасибо огромное за внимание. Буду рад вопросам в конце сессии. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, НГИЛ.